25 июля редакция издания газеты «Горловка. Сегодня» в лице директора издания Мещерякова Александра осуществила передачу денежных средств Екатерине, жительнице поселка Зайцево, болеющей раком. Все собранные средства будут потрачены на приобретение лекарств, необходимых для прохождения химиотерапии. Пока удалось собрать всего 14 700 рублей. На прохождение всего курса необходимо еще порядка 45 000 рублей. Спасибо большое тем людям, которые остались неравнодушны к моей беде, которые помогли мне деньгами на лекарства. Я им очень благодарна. Спасибо вам большое и низкий вам поклон. Сегодня, 28 июля, исполняющий обязанности главы администрации «Горловки» Иван Приходько посетил поселок Зайцево, где встретился с местным населением. Он обсудил с жителями поселка насущные проблемы и заверил, что не оставит без внимания ни одну из них. Основными вопросами остаются водоснабжение и электроснабжение. Иван Сергеевич заверил жителей Зайцево, что глава республики осведомлен об этом и взял под контроль данные проблемы. Основная проблема, естественно, это водоснабжение и электроснабжение. Хочу заверить жителей поселка о том, что глава республики осведомлен об этой проблеме. В пятницу он собирал министра жилищно-коммунального хозяйства, министра транспорта, потому что часть сети, если он лежит в железной дороге, дал поручение в кратчайшие сроки с помощью гуманитарной помощи, которая приходит из Российской Федерации, восстановить работу электроснабжения и водоснабжения. Вчера, 27 июля, поселок Зайцево вновь подвергся обстрелу из минометов калибром 82 мм. Обстановка в поселке остается все так же напряженной. Люди настолько привыкли к обстрелам, что орудия до 120 мм уже даже не считают за событие. Журналисты газеты «Горловка сегодня» побывали в Зайцево. Подробности о происходящем рассказала директор КП «Зайцево-сервис» Ирина Декун. Ну, последние четыре дня в поселке более спокойно. То есть обстрелы уменьшились, но хотя периодически продолжаются. То есть в каком-то стрелковое оружие работает. И вот вчера до 11 часов ночи был небольшой обстрел по школе и по блокпостам, которые находятся в журнале. Были минометы, то есть 80-ка летела, не большего калибра. Продолжение следует...